Как только не называли российские пропагандисты солдат ВСУ. И укропы, и нацисты. Значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма. Забаньте эту укронацистскую сволочь, чтобы сдохла. Скобеевой вообще мерещились украинско-натовские ЛГБТ-войска на Донбассе. Донбасс. Это русские люди. Русских геи, русских людей приходят оккупировать геи. Страшное дело. В ВСУ есть целое подразделение гомосексуалистов. Но когда украинские солдаты вошли в Россию, граждане РФ прозрели. Ведь увидели, кем на самом деле являются эти так называемые укронацисты. Короче, брат, у тебя все есть? Попить, поесть? Да, вы все. Спасибо вам, ребят. Дай бог вам здоровья. Все. Береги себя. Береги себя. Все. Путин кто? Давайте откроем матрешку и посмотрим, какую еще пользу несут вооруженные силы Украины глубинному народу. Начнем с простых и понятных фактов, которые не нуждаются в излишней трактовке. Датский производитель конструкторов Лего полностью ушел из России еще три года назад. Благодаря ВСУ у россиян появилась возможность импортозаместить эту нишу. Вот тут вот должна была стоять ПМД Нона. Теперь она вот, гусеницы там стоят. Там стоят. Двигатель там, он где-то стоит. Короче, расщепило. При содействии ВСУ растет русское величие. Теперь, кроме «Царь пушки» и «Царь колокола», в России появился «Царь мангал». Вопрос дополнительной защиты танка Т-80 решили радикально. Подобные конструкции в зоне СВО называют «Царь мангал». И камень с дыркой для камеры, который на форуме «Армия 2024» предложили купить всего за 5 миллионов рублей. Камень. Украинские военные помогают воплотить в жизнь и мечту главного философа путинского режима Дугина. А именно, возвращение к тем временам, когда жители болот носили косоворотки и ездили на телегах. Совершить рывок в будущее с опорой на традицию. Русский логос, расселение городов, духовность, справедливость, резкое повышение демографии через деурбанизацию. Нам нужна деурбанизация в новые футуропоселения, в такие футуродеревни. Ну, значит, автомобили будут не нужны, как и топливо к ним. Поэтому ВСУ от души помогают России от всего этого избавиться. Вот они летят, они не переставая, рой летит и все. Вот за минувшие минут 15 уже штук 20 пролетело. Наблюдающие за процессом в диком восторге. Текайте, б***ь! Варим, б***ь! Ё-моё! Вау! Да и представители администрации городов русских уверяют, все хорошо, паники нет. Более того, им, по всей видимости, нравится наблюдать за файер-шоу от ВСУ. Вопреки каким-то слухам, что бегут люди с города, никто никуда не бегит. Ситуация на самом деле стабильная в городе. Ведь всем давно известно, что россияне могут вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь на топливохранилище. Как течет вода из шлангов пожарников. И как в это же время в студии Соловьёва мечтают сдвинуть земную ось. А для этого хорошо бы, так сказать, такую бомбу, там, не 10 мегатонн, а так мегатонн тысячи, вот так, чтобы уж так, чтобы ось земли сместилась. Исключительно благодаря успешной работе вооружённых сил Украины активно развивается и совершенствуется русский язык. Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, ещё и в том, чтобы создавать единую российскую нацию. Помимо слов «хлопок» вместо взрыва, жест «доброй воли» вместо «позорного бегства» и «отрицательный рост» вместо «провала» появились новые обороты. Например, не заход в Курскую область украинской армии на 1200 квадратных километров, а ситуация в приграничных регионах. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области. А также для россиян стали обыденными такие словосочетания, как «зона обострения» и «добровольная эвакуация». Все это понимают, все видят. Сделать только ничего не могут. По всей видимости, более яркие примеры «Новояза» следует ждать в тот момент, когда очередное обострение или кризис начнут развиваться возле МКАДа. Вот это кризис? Это не кризис. Это к... Кстати, о словах. Путин уже более 20 лет говорит о борьбе с бедностью в Российской Федерации. Напомню, наша приоритетная задача – выход на реальный рост дохода. На реальный. Сокращение бедности и неравенства в стране в целом. Яркая, эффективная работа в ИСУ наконец-то дала возможность бункерному воплотить эти планы в жизнь. Теперь миллионером может стать каждый. Причем в рекордные сроки. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Кто хочет стать миллионером?» А сейчас может быть самая интересная игра за всю ее историю. Схема проста. В начале месяца подписываешь контракт с Минобороны РФ и получаешь одноразовую выплату. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа по 31 декабря заключат контракт для службы в зоне СВО. Сумма увеличилась вдвое. Прежде она составляла 195 тысяч рублей. В середине месяца получаешь выплату по ранению. А что в хату не ждал? А хату у нас одна комната, в авторхе и четырлявых стоят. Не хуй. Ты знаешь, еще одно ранение, как раз хватит. В конце месяца семье выдают гробовые. И начинается война уже между новыми миллионерами. Наталья Олейникова все свои силы направила на борьбу с бывшим мужем, отцом ее погибшего ребенка. Ему просто надо напакостить в душу и забрать вот эту часть вот этой автомобилей. Но в целом, великий гео-стротег дал заработать на войне не столько простым русским Ванькам и их родственникам, сколько чиновникам, генералам, вербовщикам и прочим причастным к бюджету. Кроме того, по 10 тысяч за голову смогут получить и полицейские, которые теперь будут хватать людей на улице и, используя все доступные методы убеждения и спецсредства, будут склонять задержанных к подписанию контракта с Министерством обороны России. Полицейские Кировской области, как сообщает база, в скором времени начнут получать по 10 тысяч рублей за каждого задержанного, отправившегося на СВО. Деньги для этих целей будут выделяться из бюджета региона. Сначала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ дали российским солдатам на выбор два варианта. Или билет на концерт Кобзона. Или возможность встретиться с украинским рэпером Ермаком, который служит в ВСУ. Саша Ермак, я вас уважаю и ваши песни особенно. Наступление в Курской области открыло еще одну интересную возможность. Но только для руководства ТикТок войск. Командир добровольческого формирования Ахмат Аптелаудинов, он же Лаптеладина, решил дать совместный концерт с Ларисой Долиной. Несмотря на то, что выступление было посвящено 81-й годовщине битвы на Курской дуге, оно проходило подальше от кадыровцев, которые не успели убежать при наступлении ВСУ. Передавай привет своему главному дундону Кадырову. Говорите. Ва-саламу алейкум арахматуллах и дворка рахтух. Рамзан Ахматович, передаю вам привет. Заберите нас. Нет, Аптелаудинов, конечно, стал знаменитым после того, как мужественно остановил наступление ВСУ более чем пять раз. Все успокаиваемся, берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Но пока подтвержденными являются только три спецоперации. Первая по стратегической зачистке салонов сотовой связи, чтобы русские телефоны не достались солдатам ВСУ. Пока бравые воины, одним из них оказался Кадыровец, совершали военные подвиги в салоне сотовой связи, а Алаудинов предпочел остаться в тени. Вторая операция заключается в подготовке мощного подкрепления, которое отбивает атаку на Курскую область из Грозного с золотыми пулеметами с двух рук. И третья — это православный поцелуй Корана, как секретное оружие в деле защиты рубежей Родины. Вы являетесь хранителем? Да, да, да. Так что пока День флага в Москве отмечали на станции метро Курская, в самой Курской области 94 населенных пункта отказались и от праздника, и от флага. Может. В этом и состоял хитрый план мужественного генерала Апти Алаудинова. Апти — народный герой, курян! Факт остается фактом. В СУ снабжают продуктами и средствами первой необходимости жителей Курска, которых бросил Кремль. А у вас продукты и вода есть? Нет ни воды, ни хлеба, ни газа, ничего. Ну, мы сейчас вам дадим такую воду, которую можно пить. Дадим что-то поесть. Украинские солдаты поддержали российских стариков, которых оставили на произвол родственники. Клубовы! Держите! Подождите, это покушать. Не знаете, как попить? Нет. Давайте. Выгнали чиновников, которые только то и делали, что врали и воровали. Стариков побросали, женщин больных, детей, и все. И что мы тут? Это хорошо, что украинцы нам привезли воды, без воды сидели целую неделю. Повергли в бегство за градотряды кадыровцев, которые держали на прицеле русских срочников и издевались над местным населением. Помогли избежать преследования режимом тех немногих здравомыслящих россиян, которые не захотели менять свою жизнь на фантики в виде рублевых купюр. 110 ОР, находящиеся в розыске вследствие уклонения от мероприятий, связанных с исполнением воинской обязанности. Конечно же, мы не позволим потом российскому военкомату получать эту информацию. Поможем гражданам, которые не хотят воевать и умирать за Путина. Осталось разве что снести путинский режим вместо самих русских? Похоже, что да. Иначе кровавой войне, начатой безумным дедом, конца и края не будет. Так что запомните и выучите, как отче наш, россияне. Когда говорят «Слава Украине», отвечать нужно героям слава. КОНЕЦ КОНЕЦ